Пока средний сын Ян помогает папе на пасеке, самый младший в семье Назаренко Рома не без помощи сестры поливает огород. Занятие найдется для каждого ребенка. Всего в семье их шесть. Три мальчика и три девочки. Все вместе они готовят, отдыхают и помогают родителям по хозяйству. Именно о такой семье и мечтал Сергей Назаренко, о чем прямо рассказал будущей жене еще на первом свидании. Я просто всегда знал, что у меня будет много детей, а потом как-то думал, что пять. Пока еще не женился, думал, что пять будет. На первом свидании жене об этом сказал. Она, я не знаю, может быть, думала, что это шутка. Да, да, я, конечно, думала, что это шутка. Ну, вот так вот, маленько перевыполнили план. Шесть. Ангелина, Павел, София, Святолика, Ян и Роман. В этом году Назаренко удостоены медали «Родительская доблесть». Семьи приехали в храм Рождества Христова со всего края. То, что торжественная церемония проходит именно здесь, не случайно, ведь покровителями праздника являются святые Петр и Феврония. Правда, за столами некоторые семьи не в полном составе. Зал попросту не вместил бы больше. Хранители очага со сцены сегодня поздравили глава Кубани Вениамин Кондратьев и митрополиты Катеринодарский и Кубанский Исидор. Многодетные семьи – это опора нашего края и безусловный приоритет для власти, отметил губернатор. Праздник относительно новый. А вот в самых первых дней вашей жизни, я уже не говорю про совместную жизнь, у вас всегда была любовь, семья и верность принципом жизни. Есть ли праздник, либо его нет. Нет. Семья – начало-начал. В семье начинается рост большого гражданина. Семьи начинается патриотизм. Семьи начинается любовь к родине. Семьи начинается желание что-то в жизни добиться, сделать. И для себя, и для своей семьи, и для других, что очень важно. Все начинается с семьи. Семья – начало-начал. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Семьи у вас крепкие, друзья. Пусть они будут здоровыми, благополучия, финансовых возможностей. Храни вас всех, Господь. Праздникам. Спасибо, Господи. Православные святые Петр и Феврония своей жизни доказали, что браки заключаются на небесах, а настоящая любовь рождается и крепнет в семьях. С 2008 года День памяти святых решили отмечать как всероссийский праздник семьи, любви и верности. Отношения княжеского сына и простой крестьянки стали примером именно тех качеств, без которых невозможно построить счастливую жизнь. Это замечательный праздник, который очень нужен в нашем мире, где искажены сами понятия любви и брака. Есть надежда, что звучащие сегодня слова о смысле и ценности семьи не потонут. В этом году из рук губернатора и митрополитами дали родительская доблесть, получили 14 семей. Самый большой из них растят семерых детей. С каждым годом в крае увеличивается количество многодетных семей. Сегодня таких 75 тысяч. И все они в чем-то похожи. Все думают, в чем принцип счастья. Счастье, понятно, много слагаемых. Но ведь, наверное, самое главное – любить, как мы бы ни говорили, и быть любимым до последних дней, быть кому-то нужным. Вот что сегодня очень важно для любого человека, чтобы кто-то тебя звал мамой, а потом бабушкой, а потом еще прабабушка или прадедушка. Вот что нужно. Пока бьется сердце, кто-то должен к тебе бежать, кто-то должен тебя звать и в тебе нуждаться. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо за то, что вы такие. Праздник продолжился чаепитием и концертом. Дети долго не могли усидеть на месте, пританцовывая в ритм. Совпадение ли, но для главных виновников торжества выступали такие же большие и дружные семьи. Для большинства сидящих в этом зале понятие брака и семья больше, чем просто чудо. Это каждодневный труд, умение искренне любить, заботиться и быть полезным своим близким. В семье Назаренко рецепт счастья знают уже с малых лет. И, кажется, свою жизнь без братьев и сестер они уже и не представляют. Мне кажется, секрет семейного счастья – это любовь между нами. И несмотря на то, что мы иногда ссоримся или бывают какие-то сложные ситуации, мы все равно идем все вместе, дружно. И, в конце концов, мне кажется, всегда добиваемся каких-то целей и преодоляем преграды вместе. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Спасибо. Спасибо.